Библиотечный работник – это уникальная профессия. Быть библиотекарем – это значит удивлять, выдумывать, любить, искренне сопереживать, быть активным и интересным. Сегодня мы хотели бы вам рассказать о человеке, который посвятил жизнь библиотечному делу. В 1979 году я закончила среднюю школу. Родилась я в городе Инза Ульяновской области. После окончания средней школы, 10-го класса, поступила в Ульяновский кооперативный книжный техникум. В 1981 году я его закончила. И в то время, после окончания техникума, мы должны были три года отработать по распределению, то есть, чтобы подтвердить свой диплом. Я была направлена в Тверскую область, поселок Сележарова, где отработала по специальности товароведения книги три года. В 1985 году вышла замуж. С мужем уехали на север, в город Новый Ренгой. Там у нас родились два замечательных сына. В 1992 году мы вернулись на постоянное место жительства, сюда, в республику Адыгея, на родину мужа. И вот с этого времени, по настоящее время, здесь проживаем. Мой муж работал машинистом трубокладчика, в настоящее время находится на заслуженном отпуске. Работаю библиотекарем с 1999 года. И вот в этом году, в августе, исполнится уже 24 года. Библиотека – это прежде всего книги. Какие книги, наличие их в фонде и его учет. Всем этим занимается Рудас Вера Анатольевна, библиотекарь поселка Дружба Дмитриевского сельского поселения. Ответственная, скрупулезная работа требует мастерства и умения. Вера Анатольевна надежный и верный человек. Выборов свое призвание в юности, не изменила ему ни разу. Всегда болеет за свое дело. Еще, учась в школе, работа часто посещала библиотеку. И мне нравилась наша библиотекарь. Мне казалось, что она очень много знает, очень грамотная женщина. Хотелось быть чем-то похожей на нее. Так случилось, что после возвращения сюда, на родину мужа, моя свекровь долгие годы работала заведующей этой самой Дружбинской сельской библиотекой. И эту работу я знала не понаслышке, знала и видела все это изнутри. И после ее ухода на пенсию, я не сомневаясь, приняла решение стать библиотекарем и поступила сюда на работу, о чем не жалею по настоящее время. Вера Анатольевна каждый день проявляет креатив и творчество в своей работе. Каждый раз придумывает новые интересные мероприятия и проекты, делится позитивом с читателями и заряжает людей энергией. Современный библиотекарь в первую очередь обязан владеть информационными технологиями, навыками, знаниями поиска новой информации в сети, в компьютере. Должен уметь пользоваться различной аппаратурой. Раньше у нас как бы не было ни интернета, не было различных сетей. Сейчас мы зарегистрированы в различных соцсетях. Каждое мероприятие, которое проводится в библиотеке, мы потом выкладываем в соцсети. Это и ВКонтакте есть, и в Одноклассниках, и в Телеграм-канале мы освещаем свою работу. Поэтому я считаю, что это работа современного библиотекаря. Библиотека для нашей героини стала домом и любимым делом. Стаж ее трудовой деятельности 24 года. Трудолюбие и широкая эрудиция позволили ей долгое время проработать на одном месте. Она владела своей профессией в совершенстве, работала всегда увлеченно. Создав тепло, уют, она сумела сделать библиотеку местом общения людей, настоящим очагом культуры. Особое место в своей работе отводила краеведению. Ею организован и создан богатый краеведческий материал. Альбомы, тематические папки по истории, о традициях и обычаях, о знатных людях. Например, вот по краеведению в библиотеке оформлена книжная выставка, а о малой родине читаем книги. Книги-юбиляры, их знают, их помнят и любят. Здесь книги, которые в этом году отмечают свой юбилей. Вот на каждой книге стоит дата, сколько лет назад было создано это издание. То есть Беляев написал 95 лет назад книгу «Человек-амфибия». Вера Анатольевна сотрудничает с другими детскими учреждениями поселка. Любовь к своей профессии и читателям делают ее мероприятия интересными. Будь то конференция или обсуждение книги, устный журнал или литературно-музыкальная композиция, а также всевозможные игры и викторины. Ничто не проходит без ее участия. Конечно, не секрет, что в настоящее время интерес к книгам очень упал. В связи с чем? В связи с тем, что современные гаджеты все больше вытесняют книгу. Молодое поколение старается больше времени проводить в социальных сетях. Но и для того, чтобы привить любовь и интерес к чтению, в современной библиотеке необходимо идти в ногу со временем и учитывать интересы нынешней молодежи. Именно поэтому библиотека на сегодняшний день становится не только центром, где мы обмениваем книги, центром выдачи книг и получения какой-то информации, но и досуговым центром. У нас работает клуб по интересам. Мы проводим различные мероприятия, то есть, чтобы привлечь каким-то образом молодежь, чтобы она не только через социальные сети читала книги, но и приходила к нам в библиотеку. Мы проводим различные литературные вечера, музыкальные часы. В тандеме сотрудничаем со школой номер 6 и детским садом. Мы проводим Аленушка номер 10, совместно проводим вечера. Эти мероприятия мы проводим не только в стенах библиотеки, так как помещение у нас не очень большое и площадь не сильно позволяет. Если мероприятие покрупнее, то мы проводим их вне стационара, то есть или в школе, или в детском саду за пределами стен библиотеки. Жизнь Веры Анатольевны не ограничивается только работой. Она замечательная хозяйка, заботливая мама, любящая и любимая бабушка. У нее двое взрослых сыновей, воспитывает пять внуков. В завершении беседы Вера Анатольевна поздравила всех коллег с профессиональным праздником Днем библиотекаря. В завершении мне хотелось бы поздравить всех библиотекарей с профессиональным праздником, со Всероссийским Днем библиотек. Пожелать всем, прежде всего, крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы в каждой семье был мир и покой, чтобы книги в ваших библиотеках регулярно и постоянно обновлялись, то есть поступали новые книги, чтобы ваша библиотека всегда была тем местом, куда хотелось бы прийти, где всегда было весело и интересно. И напоследок хочется выразить особую признательность герою нашего сюжета за ее отзывчивость, не говоря уже о профессионализме, пожелать ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.